еще раз здравствуйте дорогие коллеги и сейчас мы говорим о блоке минус ограничительным блоки питания и первое с чего мы начнем это вегетарианство и веганство также достаточно популярная диета и в чем же она заключается в чем различие вегетарианство и веганство веганство это полный отказ от животных компонентов пищи максимальный полный отказ часто используется в плане религиозных каких-то веяний или социальных моральных соображений по поводу того что нельзя вредить животным а вегетарианство это частичный отказ от продуктов животного происхождения недостаточно пока что в исследованиях недостаточно бедительных данных для того чтобы сказать что беременность у веганов и вегетарианцев а действительно будет проходить хуже и как-то отличаться от людей не вегетарианцев однако бега на вегетарианская диета она безопасна во время беременности нужно уделять большое внимание витамины минеральной поддержки макро микронутриентам которые беременные употребляют из растительной пищи мы должны понимать что железо усваивается хуже чем и животные например гемовое железо усваивается на 25 процентов и смешные пищи на 18 а из растительных всего на 10 процентов а у строгих вегетарианцев на 5 процентов именно поэтому сша были увеличены рекомендуем уровне потребления железа для людей являющихся строгими вегетарианцами и они могут составлять до 30 34 миллиграммов в зависимости от возраста в зависимости от группы людей тоже интересный факт что при наблюдении в течение 25 лет за почти двумя тысячами женщин вегетарианцами было установлено что риск развития переломов у них выше по сравнению с всеядными но при этом если вегетарианцы употребляют достаточное количество белка то этот риск переломов снижается над 68 процентов по сравнению с теми кто есть блок менее трех раз в неделю мы должны находясь в россии мы должны понимать что если это свит веяние моды вегетарианство то как происходит люди переходят просто на гречку и зеленые овощи но мы должны знать откуда из каких компонентов применять принимать этот белок а потому что есть и бобовые черчевица маш нут кино семена чертип продукт который содержит достаточно большое количество растительного белка если есть вариант перейти напов Shake ветарианство для начала если у человека все-таки собирается перейти на веганство лучше перейти на обв bater dreams в найти т下 о продукты который содержит достаточное количество белка а дальше уже переходить на веганство просто смысл в том чтобы питание было сбалансированным и полноценным а очень часто бывает такое что люди переходит на либо на клетчатку либо на неусвояемые углеводы от клетчатка пиктин либо просто на долгие углеводы с малым количеством белка. Вегетарианские диеты способствуют профилактике и лечению таких заболеваний, как атеросклероз, сахарный диабет 2 типа, гипертония, ожирение и некоторые формы злокачественных заболеваний. И очень важно применять у вегетарианцев, выявлять нарушения макро-микро-нутриентного состава и применять различные биологически активные компоненты, которые будут восстанавливать состояние макро-микро-нутриентного состава. Вегетарианцам нужно предпринимать дополнительные усилия для обеспечения витаминами В12, хотя дефицит данного витамина не является основной причиной смерти в развитых странах, однако за этим нужно обязательно следить и выявлять. У вегетарианцев отмечается более низкий уровень лип протеинов низкой плотности, лучший контроль за уровнем глюкозы крови и низкий уровень употребления продуктов, богатых насыщенными жирами, холестерином, употребление большого количества овощей и фруктах, цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов, семян, соевых продуктов, богатых волокнами и минорными веществами способствует снижению риска заболевания различными хроническими патологиями, о которых мы уже проговорили чуть выше. То есть действительно вегетарианство, если правильно к нему подойти, может приносить пользу. Дальше мы поговорим с вами о безглютеновой диете. Что такое глютены? Это группа растительных белков, фракции проламинов и глютелинов, содержащихся в золотовых культурах пшеница, рожь, овес и чмень. Есть такое заболевание, мы все о нем знаем, целиакия. Это генетически детерминированное заболевание с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, характеризующийся развитием иммунопатологических процессов в слизистой оболочке тонкой кишки, изменением ее строения в ответ на поступление глютена. Распространенность целиакии в России приближается к европейским и составляет один случай на 130-380 новорожденных. Также для обозначения состояний, при которых у человека нет целиакии, но есть жалобы на ухудшение самочувствия после употребления зерновых, называется чувствительность к глютену не обусловленная целиакией, non-celli gluten sensitivity. При этом состояние в крови не определяются высокоспецифические для целиакии антитела к тканевой трансглутаминазе и эндомизину, но у половины людей обнаруживается антитела к глютену или к лиодину. Употребление пшеницы, ржи, ячменя, овса в любом виде может вызвать метеоризм, нарушение стула, боли в животе, а также головную боль, дерматит, слабость и другие вне кишечные симптомы. Здесь вы можете посмотреть на таблице, какие продукты содержат глютен и для себя понять, а мы проговорим, пройдемся по продуктам, которые не содержат глютен и что можно употреблять данным пациентам, у которых есть целиакия или чувствительность к глютену. Это все бобовые, гречка, картофель, кукуруза, лен, льняное семя, льняная мука, пшено, рис, экзотические различные растения, в том числе и кино, достаточно популярные сейчас, овощи, фрукты, орехи, семечки, специальные разработанные безглютеновые продукты и продукты животного происхождения. Они не содержат глютен. То есть достаточно большой выбор для людей, у которых есть заболевание. То есть безглютеновая диета это тоже часть лечебного питания, если есть заболевание или состояние, связанное с повышенной чувствительностью к глютену. Длительная безглютеновая диета приводит к дефициту пищевых волокон. Опять же, мы должны понимать, если у человека есть целиаки, если у человека есть чувствительность к глютену, либо он просто находится на безглютеновой диете, нам нужно смотреть на макро-микронутриентный состав, витаминов и микроэлементов. Палеодиета. Диета древних. Диета собирателей и охотников. Что же включает в себя палеодиета, также достаточно популярная в западных странах и в России сейчас тоже набирает свою популярность. Питание продуктами, растущими в дикой природе. Овощи, фрукты, орехи, ягоды, травы питаются небольшими порциями. Очень важно вести подвижный образ жизни, потому что они считают, что наши предки жили в постоянном поиске пропитания. Достаточно малое количество углеводов, при этом полное исключение промышленного сахара, можно из сладостей только мед, употребление маложирного диетического мяса и исключение соли. Что же все-таки можно? Мясо животных, выращенных на пастбищах, дичь и пойманную дикую рыбу. Овощи и корнеплоды, фрукты, орехи, семечки, растительные масла, непромышленного производства и животные масла, также непромышленного производства. Очень редко можно употреблять бобовые и молочные продукты. Нельзя никакие рафинированные и переработанные продукты, нельзя крупы, нельзя промышленным образом полученные масла, сахар, соль и любые консерванты и любые искусственные пищевые добавки. Да, питание достаточно, как мы видим, неплохое, но где нам найти достаточно большое количество дичи и пойманной рыбы, это достаточно сложно. Тем не менее, 4 рандомизированных клинических исследования показали, что действительно снижается уровень и триглицеридов, и окружность талии, и глюкозы, увеличивается либо протеин высокой плотности, уменьшается систолическое артериальное давление, снижается диастолическое артериальное давление, но доказательства все-таки умеренные, и, как пишут исследования, нужно проводить больше дополнительных исследований. Уважаемые коллеги, наш блог диеты мира закончился. Я очень надеюсь, что эта информация была полезна для вас, и вы вынесли что-то новое для себя. А на этом мы не заканчиваем, будем проводить дальнейшие обучающие семинары и лекции. И прекрасного вам дня, отличного настроения, и питайтесь правильно!